Великой Россией и Великой Исландией Я воспринял это как обычный новогодний ТОС, но дипломат не объяснил. Что самое главное между народами – это дружба. Если между народами дружба крепкая, значит они великие по отношению друг к другу. Вот что подразумевалось в этом ТОСе. 22 июня 1941 года гитлеровцы начали войну против Советского Союза. Пытались захватить Москву и Ленинград. С первых дней войны Красная Армия отступала, ожесточенно сопротивлялась и несла огромные потери. Эвакуированные заводы на Урал и в Сибирь могли начать выпуск оружия только через 2-3 месяца. Фронту срочно нужны танки, самолеты, боеприпасы и топливо. В мае 1942 года, когда удалось большой кровью остановить и отбросить от Москвы немецкие армии, рано утром из Подмосковья вылетел самый современный бомбардировщик советских ВВС – Петляков-8. С первым заместителем Сталина, наркомом иностранных дел Молотовым, который должен был срочно провести переговоры с премьер-министром Великобритании Черчиллем и президентом США Рузвельтом. Самолет был высотным, поэтому Петляков-8 благополучно перелетел через линию фронта и приземлился в Англии. Черчилль и Молотов подписали соглашение о поставках Советскому Союзу оружия и боеприпасов по Ленд-Лизу. Следующий прыжок – в Америку. Но самолет должен был сесть в Исландию. Здесь приземлился сверхсекретный самолет Молотова. Нужно было заправиться топливом перед дальней дорогой. Полоса была короткой, но тяжелый Петляков удачно сел, быстро заправился. Тогда аэродром был на окраине рек Явика, теперь в самом центре. Взлет был рискованным, самолет пробежал через всю полосу и с трудом оторвался. Слегка просел над морем и стал с разворотом набирать высоту. Пролетев над Северной Атлантикой, командир экипажа Эндель Пуссов приземлился под Вашингтоном. Молотов и Рузвельт подписали соглашение о поставках американской военной техники, алюминия, горючего и продовольствия в СССР. Полярные конвои сначала формировались в Исландии. Пьетур Олафсен показывает нам место в Китовом фьорде, откуда конвои ходили в Мурманск, Архангельск и обратно. Здесь все было заставлено судами не протолкнуться. На входе стояли металлические сети от немецких подводных лодок. Я тогда был молодым, но уже опытным моряком. В сентябре 1942 года бомбардировщики Люфтваффе потопили два наших сукогруза, Родину и Сталинград. Часть экипажей удалось спасти. Смерть угрожала с неба, когда пикирующие бомбардировщики прорывались сквозь заградительный огонь и наносили прицельные удары. Из-под воды, когда германские подводные лодки торпедировали суда союзников. Да и сам океан иногда раскидывал корабли, как щепки. Поток грузов в Кольскую губу под Мурманском и в Архангельск нарастал. Надпись по-английски «Для России» и по-русски «От детей Кингстона на Темзе» для московских детей. Полярные конвои доставляли самолеты, танки, топливо и продовольствие в самый критический момент войны, когда каждый самолет, ящик снарядов и бочка бензина были дороже золота. Исландия – это священное место рождения нации. Тингведлир – поле Тинга. С 930 года вольные исландцы съезжались на лошадях со всего острова, избирали законоговорителя, разрешали споры и принимали единые законы. В 1944 году 97% взрослого населения проголосовали за расторжение унии из Дании. Впервые здесь прозвучала русская речь. Представитель Советского Союза поздравил исландский народ с обретением самостоятельности. В Победном 1945-м героем нашего фильма Магнусу Йонсону из Исландии и Кюрегей Рагуновой из Якутии было по 7 лет. Он жил на Западе, она на Востоке. Через 15 лет по воле судьбы они стали учиться в Москве, вместе вошли в храм искусства и там соединили свои жизни. Кюрегей Рагуновой из Исландии Вот я 40 лет тому назад приехала сюда, в Исландию. В Исландию вошла, конечно, мою жизнь, и я вошла в Исландию, да? А здесь родила 4 детей. А мы с Магнусом, конечно, познакомились в Москве, да? До моего приезда, конечно, в Исландию, да? 4 года мы были знакомы, влюбились, и я замуж вышла. Александра родилась в якутском селе Бютейгях. Отец погиб на фронте. Девочку взяли в семью родственники. Она быстро росла и становилась помощницей. Шила, вязала, пилила дрова. Пела в хоре дома пионеров. Все называли ее артисткой. Стала солисткой. Несколько раз побеждала на конкурсах художественной самодеятельности. Ее прозвали Юрегей. Жаворонок. Так у Александры появилось второе имя. Моя Якутия, я твой жаворонок. Покидаю тебя осенью, когда леса и реки покрываются снегом и льдом на долгие полгода. И возвращаюсь летом. Пою песню о тебе, моя Родина. В Рейхиявике мы первым делом встретились с Фридриком Йонсеном, братом Магнусом. Мой отец руководил редакцией последних известий исландского радио. Он всегда к 12 часам приезжал обедать. Магнус приходил из школы в это же время. Они обедали, затем садились за шахматы. Играли на равных. Но отец был посильнее. Магнус отчаянно боролся и иногда выигрывал. После обеда отец возвращался на работу, а Магнус должен был делать уроки. Магнус должен был быть в доме и учить. Но он уезжал с ним. Мы жили недалеко от центра. Отец высаживал его в артистическое кафе. Это было известное место встреч актеров, писателей, художников. Там авторы писали статьи, даже романы. Сочиняли музыку. Его там знали. Я гордился Магнусом. На этой картине – участок земли, которым владел прадед Магнуса и Фридрика. Согласно семейной летописи, Магнус был тридцатым поколением исландцев. Перед нами тридцать первое. Этой школе в Рекьявике сегодня исполнилось 160 лет. Почти все выпускники поступают в столичный университет. Или учатся за границей. По многолетней традиции школьники идут на кладбище. К первому директору и его ученикам. Я знал моего хорошего друга Магнуса Йонсона. Или маги, как мы называли его в молодости. Мы вместе учились в гимназии где-то с 12-летнего возраста, до 18-19 лет. Кроме того, мы вместе подрабатывали в летние каникулы на рыбозаводе на севере Исландии. Разделывали сельдь для экспорта в Советский Союз. Вместе мы ловили рыбу в Северной Атлантике, возле Гренландии. Нас было 3-4 друга в школьные годы. Рагнер Артмалдс, лидер партии Народный Союз. Другой стал главным редактором газеты. Третий – членом парламента. Магнус был вне политики, но он объединял нас всех. Он был самым талантливым и одарённым. Школьники учатся целых 12 лет. Этот юноша в этом году заканчивает школу. Какие языки ты знаешь? Исландский, английский, французский, датский. Магнус мог поступить в Рикявийский университет. Но он мечтал стать кинорежиссёром. А этому в Исландии не учили. Мы учились в одном классе. Он отличался от других. Магнус был романтик. Он любил женщин. Не конкретную женщину, а женщин. Он бывал восхищён, если видел что-то красивое. В нём жил художник. Магнус был весёлым и остроумным. Он был расположен к художественному творчеству, был поэтом и постоянно что-то писал. И я знала, его мечта – стать кинорежиссёром. После окончания гимназии он отправился в Москву, где встретил Кюрригей, свою будущую жену. Но до исторической встречи с Кюрригей он должен был поступить во ВГИК. В 1960 году не было набора в мастерскую игрового кино. Но он воспрял духом, когда узнал, что будущих режиссёров-документалистов будет набирать знаменитый роман Кармен. Конечно, Кармен принял в мастерскую, потомка викингов. В те годы всех первокурсников отправляли в колхоз убирать картошку. Иностранцев туда не пускали, но у нашего исландца было обострённое чувство справедливости. В Министерстве высшего образования он добился разрешения и убирал картошку наравне со всеми. И вместе с нами удивлялся – а где же колхозники? Ау! Кюрригей, как победительницу республиканского конкурса песни, включили в группу студентов якутской студии Щепкинского театрального училища в Москве. Через пять лет они должны стать артистами якутско-музыкального драматического театра. Интересовался ли 22-летний Магнус с девушками? Конечно, но среди будущих кинозвёзд и звёздочек он выбрал Александру Кюрригей из якутской мастерской. Мы пели по-якутски и плакали очень часто. Какой-то мой знакомый приходил и говорил, о Исландии, какой-то стране, в которой я ничего не знала. Он вдруг походит ко мне и стилует мою щёку. Я так удивилась. Я вообще-то получила полосчёк. И когда он увидит, что я в щёке, и он идёт на колени и просит прощения меня, как принц. Это мой принц, наверное, был. И он просит прощения. Я как-то поклонилась к нему и ушла в свою комнату. И не видела, и не видела его три месяца. Или я не хотела себя показывать. Пришла весна, очень красивая весна. Я вижу, он, Магнус, идёт своим другом, Чигинским, кинорежиссёр, который уничтожился без тебя. И мои подруги что-то хохотали, убежали от меня. А я хотела за ними бегать. Но ноги мои очень тяжёлые были как-то. Я не могла догнать. Они оставили меня. И Чигинский с ним бегал. Мы остались всего двое. Ну, с этого вечера начиналась какая-то очень красивая ситуация. Ситуация разрешилась. Кюригей родила прелестную девочку. Кюнней по-якутски. Исландское имя Сунна. Теперь Магнус должен содержать семью. На летние каникулы он улетел домой и по школьной привычке отправился к рыбакам. Началась путина. Сейнеры приходили с полными трюмами. За срочную переработку рыбы хорошо платили. Можно за сезон заработать на целый год. Но случилось несчастье. Он сломал ногу. Проболел год. Начались проблемы и у Кюригей. Много лет спустя Я, ее однокурсница, Зоя Богинанова, ныне народная артистка Якутии, вспоминала, когда Кюригей выходила замуж за Магнуса и собиралась в Исландию, мы запротестовали. Даже комсомольское собрание проводили. Как же так, Кюригей? Ты же комсомолка. Отец погиб на фронте, а ты собираешься ехать в капиталистическую страну. Предательница. Тогда девушкам внушали «Нельзя встречаться с иностранцами. Они наши идейные противники. Исландия – член НАТО, значит враг». Тогда в Кефлавике была база ВВС НАТО и началось строительство базы для американских подводных лодок. Нарастало политическое и военное противостояние стран Североатлантического и Варшавского блоков. Холодная война и американская база Весландии разделили наш народ на два противоположных лагеря. Моя мать была левой. Магнус был левым, и это наверняка повлияло на его выбор Москвы в качестве места учебы, помимо того, что он хотел получить недорогое обучение. Конечно, он не очень любил ту систему, и были вещи, которые ему не нравились в России. Но ему нравились русские. Тем временем дедушка Йон и бабушка Рагна прислали официальное приглашение и коротенькое письмо. «Приезжайте поскорее, дорогие Кюреги и Хюни. Жить будем вместе в нашем доме». Магнусу удалось найти деньги в одной канадской телекомпании на съемки дипломного фильма о рыбаках Исландии. Так появился 20-минутный фильм с парадоксальным названием «240 рыб за одну корову» о том, как зарабатывают рыбаки на хлеб для всей нации и как исландцы борются с англичанами и другими нарушителями исландской рыболовной зоны. Катер береговой охраны бесстрашно бросался на военные корабли в Великобритании, охранявшие своих браконьеров. Одного даже протаранил и заставил всех уйти. Этот шторм Магнус снимал вместе с кинооператором, страхуя его на палубе. Фильм получился. Магнус прилетел в Москву, успешно защитился и получил диплом кинорежиссера. Исландия представила «240 рыб» на московский кинофестиваль. Магнус и Кюреги официально оформили семейные отношения и вместе с друзьями устроили веселую российско-исландскую якутскую свадьбу. У Кюреги также успешно прошел показ дипломных спектаклей. Она получила диплом о высшем актерском образовании. Наконец удалось преодолеть многоголового советского дракона, охранявшего государственную безопасность. Кюреги и Кюни улетели в Исландию. Дедушка вел нас домой к себе. Это очень замечательная семья. Но, к сожалению, дедушка и бабушка умерли очень рано. Дедушка учил меня по-исландски, преподавал. Но это замечательная, замечательная семья. Я скучаю по Магнусу, поэтому у меня сердце болит. Сейчас об этом говорим. А Магнус был полон творческих планов. Но ни киностудии, ни телевидения в Рейкьявике не было. И тогда он написал пьесу для театра и сам поставил. Придумал оригинальное название. «Я свой дедушка». Спектакль имел шумный успех. Магнуса заметили и предложили возглавить любительскую труппу в Акурейре, втором по численности городе Исландии. Он принял приглашение. К тому времени появились два мальчика. Йон назвали в честь деда и Ари, якутское имя Эргис. Семья переехала в Акурейре. Вскоре родился третий мальчик, Рагнер, по-якутски Айял. Магнус поставил несколько спектаклей, написал и поставил свою новую пьесу. Труппа стала профессиональной. Сохранилась редкая фотография. Магнус, Кюрригей и вся труппа. Тогда я был молодым актером и играл в спектакле «Магнуса». Эта комедия сохранилась в репертуаре и в наши дни. Магнус тогда написал несколько авангардных пьес, которые были поставлены в Рейк-Явике. Снял несколько документальных фильмов на телевидении. Когда я учился в университете, Магнус поставил на телевидении пьесу «Бородатый ангел». Этот спектакль стал темой моей дипломной работы в университете. В спектакле участвовали лучшие исландские актеры. Это была одна из замечательных пьес в первые годы национального телевидения. Будущий писатель и философ Аургни Бергман, будущий режиссер-драматург Магнус Йонсон оказались первыми западноевропейскими студентами в Москве. Их нельзя было назвать коммунистами, но оба разделяли идеи социальной справедливости и равных возможностей любого человека. Идея скорого наступления коммунизма, продекларированная советским лидером Хрущевым, вызвала неподдельный интерес, но и сомнение, возможно ли изменить людей и страну к 1980 году. Еще студентом Московского государственного университета Аургни женился на Лене, однокурснице. В 1963 году семья Бергманов приехала с маленьким сыном в Исландию. Я вам даже анекдот расскажу. Жили в таком ансарте, в другом месте. И у нас несколько месяцев жила исландская старушка. Ей было негде жить. И у нас была лишняя комната, ее приятельница попросила на пару недель, а прожила она у нас почти год. Это не важно. И вот мы уехали в отпуск, поехали в Москву, а она там осталась в этой квартирке и встретила какую-то свою старую знакомую. И они тралала. Она говорит, где ты живешь? Она говорит, вот живу тут. И тогда эта знакомая говорит, у этих русских? Она говорит, да. Знаешь, как вот бедная женщина, как она могла выйти замуж за этого русского? Про меня. Она говорит, что-то, говорит, совсем наоборот, это она русская. Так это эта женщина говорит, быть не может. Она совсем как мы. А у него была ушанка. Он ее носил зимой. И он ездил на велосипеде. Тогда взрослые в Рикявике на велосипеде не ездили, только дети. Но они решили, что он уж, конечно, оттуда вот. Сына нашего дразнили. Руси комми, руси комми. А комми коммунист? Руси комми. Иногда добавляли хомми для риф. Ему два года было. Полвека спустя я спросил профессора Рикявикского университета Аурдни Бергмана. Как Исландия достигла самого высокого жизненного уровня в мире? У вас капитализм или так называемый скандинавский социализм? Такой смесь капитализма с социализмом. То есть, я имею в виду капиталистическое начало. Это связано, конечно, с свободой инициативы и всего такого. А с другой стороны, у нас очень высокая степень социальной защищенности. Я вырос, например, в такой атмосфере, что считалось, что если человек имеет доходы в 3-4-5 раз больше, чем рабочий, то это даже слишком. Если люди живут достаточно обеспечены в этом плане, то они не должны особо напояться, если они заболевают. В стране, так сказать, состоит это хорошая атмосфера и для нервной системы, и для токолетия. Хорошая атмосфера. Средняя продолжительность жизни женщин в Исландии – 82,7-х года, мужчин – 79. Средний годовой доход на душу населения – около 64 тысяч евро. По пункту отсутствия коррупции Исландия делит первое место с Финляндии и Новой Зеландии. Для сравнения, Россия на 127-м месте из 163 стран. В то время я работал на центральном телевидении. Исландии защитился своим дипломным фильмом Юрий Гагарин. Переписывался с Магнусом и как-то спросил его, сможем ли мы вместе сделать фильм об Исландии. Конечно, Петрович, когда встречать? Во время веселых застолий третий тост мы всегда поднимали за Исландию. Первым делом Магнус повез нас на острова Хеймаэй, где недавно произошло извержение вулкана. Огнедышащая лава двинулась на поселок, сожгла несколько домов, но пожарники стали поливать огненный поток морской водой и остановили его. Они победили, но мало того, жители острова использовали тепло лавы, поставили трубы для подогрева воды. Мы ходили по теплой земле и чувствовали себя первооткрывателями. В Рейкьявике Магнус повел нас к всемирно знаменитому скульптору Аусмундуру Свейнсону. Впервые мы увидели необычный музей под открытым небом. Исландцы очень суеверны, считают, что злыми духи бывают очень редко. В основном они добрые, охраняют твой дом, даже твои предметы. Конечно, Аусмундура взволновал космический полет Гагарина. И он создал вот такой памятник полету человека в космос. Другой скульптор, Ион Арнсон, создал эту фантастическую лодку. Сан Войенджер, солнечный путешественник, воплотил в металле мечту первооткрывателей – корабль для полета во Вселенную. Еще на первом курсе ВГИКа мы с Магнусом увлеченно обсуждали, как сделать фильм о космонавтах, как соединить Исландию и космос. А американские астронавты специально прилетали к нам, когда готовились к экспедиции на Луну. Даже пробовали прилуняться. Как прилуняться? Брали вертолет с военной базы. Садились там, где никогда не ступала нога человека. Когда утром мы полетели над Исландией и увидели неземные пейзажи, в гигантские ледники, питающие реки и водопады, воображение подсказывало – под нами поверхность Луны. А может быть, Марса? А это есть только в Исландии золотой водопад Гудольфос. Зимой он замерзает, а летом посмотреть на это чудо света прилетают туристы со всего мира. Вечером мы сочиняли сценарий игрового фильма о том, как русский космонавт совершил здесь вынужденную посадку. И когда пришел в сознание, решил, что он на необитаемой планете. Вдруг к нему подбежала пара в одежде и шкур. Это были актеры, а за ними бежали члены съемочной группы фильма о горном Эйвинде. Мы успели придумать несколько эпизодов. Перед отъездом я передал подарок от моей семьи – русские рубашки, косоворотки с поясками, мальчикам. И фарточки для Кюнни и Кюригей. Магнус обещал, как только вернется в Акурейре, вручит подарки, а демонстрацию одежды снимет на пленку. Вот эти уникальные кадры – вся семья вместе. Я улетел домой, и мы обменивались письмами. Казалось, что в театре у него складываются дела неплохо, но вдруг Магнус написал, что театр – это развлечение для буржуазии. И ему надоело веселить публику. После продолжительного молчания сообщил, что он выиграл грант на сценарии художественного фильма к предстоящему празднованию тысячестолетия Исландии. На главную роль Магнус пригласил одноклассницу Бринди Скрам, ставшую известной актрисой. Я играла в фильме главную роль, и моя героиня символизировала Исландию. Я играла горную женщину, как мы называем по-исландски. Я играла Исландию. В конце фильма меня насилует американский солдат. Фильм тогда не был показан, и лишь много лет спустя его признали. Он все-таки был слишком политизированным для своего времени. Ему не выплатили вторую часть, положенную по контракту. Таким образом дела у Магнуса шли очень тяжело. Семья вернулась в рек Явик, в родительский дом. Во ВГИКе Магнуса любили за юмор, за парадоксальность мышления. Он уехал и лишился профессиональной среды. А мы обсуждали свои фильмы, иногда показывали мастеру. Кармен помогал, как мог. Кто-то из друзей горько пошутил. Магнус был несостоявшийся отец исландской кинематографии. Художник должен появиться в нужном месте и в нужное время. И Магнус сломался, стал раздражительным, ушел из семьи, перестал общаться с друзьями. Вдруг ему предложили изучать психологию в одном из американских университетов. Магнус уехал. Сначала писал письма. Они были все реже, а затем произошла трагедия. Семью известили, что Магнус Йонсен умер. Кюрегия осталась одна с четырьмя детьми. Тридцать лет спустя, после кончины Магнуса, отец Тимофей из православного прихода в реке Явики отслужил поминальной молебель. Поминуй. То есть напоминаю Магнуса Владимира, теперь же простите с ним всякому прелешению, вольному же и вольному. Господи, поминуй, Господи, поминуй, Господи, поминуй, Господи, поминуй. Субтитры создавал DimaTorzok Кюрегия тяжело переживала разрыв с Магнусом, а затем его смерть. Но дети требовали внимания, и нужно было работать и зарабатывать. Вдова получала небольшую материальную помощь от государства и изредка играла в театре. С молодыми музыкантами Кюрегия устраивала концерты, исполняла исландские, якутские, русские и украинские песни. Как-то выступали в больнице для душевнобольных. Доктор увидел, что у нее есть дар общения с людьми, они к ней тянутся, и предложил ей поработать психотерапевтом. Кюрегия сочиняла с больными стихи, пела песни, даже ставила спектакли. Люди возвращались к активной жизни. Дети Магнусу и Кюрегий хорошо учились, мать всячески развивала их способности и к рисованию. Кюней, по-исландски суна, помогала маме вести хозяйство, посла младших братьев, первая уехала в Париж, поступила на художественный факультет университета. Айон уже в юности копировал картины Ренуара, Ван Гога, тоже учился в Париже, стал дизайнером. За ним уехал в Париж Ари Эргис, тоже учился на художественном факультете, параллельно осваивал искусство документального кино и стал режиссером. Младший сын Рагнер стал строителем и помогал маме осуществить мечту жизни – построить якутский дом в Исландии. Когда заботы о детях уменьшились, в памяти Кюрегий стали всплывать картины далекой Якутии. Тайга, птицы и животные, которых в Исландии не увидишь. Однажды она поставила в комнате мольберт и стала вдохновенно писать картину маслом. Когда закончила, картину подарила своей подруге – Дори Руф. Мне очень, очень, очень нравится эта картина. Ее написала сама Кюрегей. Этот огонь – сама Кюрегей. Много животных и птиц. Я люблю природу. Это сова. Она говорит, Кюрегей – славная женщина. Картина таит секрет. Он внутри Кюрегей. Это ночное колдование в Якутии. Тайность сама наш. Он прыгает через огонь. Он же все время в движении. Он летит. Он тоже прыгает через огонь. Танцевает кругом огня. Кричат, петь. И тучат бубы. Пришли якуты, сидят кругом этой костры. Исландские лошади очень похожи якутским лошадям. Потом вот сова, да. Хозяйки очень нравятся. Потому что это очень толковая птица, считается Швейцарией. Умная птица. Поэтому она так очарована была с этой картиной. Ну, здесь этот король лес в Якутии считается лос. В картине удивительно воплотилась якутская природа и добрый авторский взгляд на происходящее. Более 30 лет назад Дора приехала из Швейцарии на каникулы в Исландию. И осталась. Вышла замуж. Эдельвейс, знаменитый альпийский цветок, Растет только у Доры. Вместе с мужем Кристином Дора держит лошадей и молочную ферму. Семья выпускает экологически чистый йогурт. За ним приезжают из Рикьявика. Вот такой канкан с хозяевами сымпровизировала Кюригей на прощание. С экологической фермы мы поехали к особняку под флагом Красного Креста в центре Рикьявика. Кюригей познакомила нас с самой близкой подругой. Кристина Гудмансдоттер уже три года со дня основания работает в приюте для бездомных женщин. Мы стали этим заниматься, чтобы доказать государству, проблема существует. У нас жили более 60 женщин. Кто-то оставался на одну ночь, а кто-то на 200, 300, 400 ночей. У нас нет бюрократических формальностей. Женщина может прийти и сказать свое имя, остаться здесь, чтобы получить приют. Она не подписывает никаких бумаг, не обязательств пройти курс лечения от наркотиков или алкоголизма. Она сама сюда обратилась и может уйти, когда захочет. Если у человека нет дома, это ломает его, появляется очень низкая самооценка. Общество не обращает на таких людей внимания, а мы пытаемся вернуть их к активной жизни. Вот так Кюригей пытается развеселить дочь перед съемкой. Мы хотим узнать, почему Кюней закрыла свое от Ильи модной одеждой и поступила в университет на психологический факультет. Пример отца или работа Кристины в приюте так повлияла? Я решила, что сейчас нужно работать с наркоманами, алкоголиками, душевнобольными людьми. Они очень нуждаются в нашей помощи. Кто-то должен этим заниматься. Поэтому я учусь. Когда мы уезжали из Красного Креста, Кристина показала будущую хвойную аллею. Обычно постоянные ветры ломают саженцы, и она придумала такую ветрозащиту маленького леса. Исландцы высаживают деревца перед фасадами домов или на даче. У Кюригеи Кристины дачные участки рядом. Они высадили несколько десятков саженцев и приспособили вот такие чехлы в защиту от ветра. Кристина пыталась рассказать, как она спасает саженцы, но ветер не дал нам поговорить. Уже несколько лет Кюригей строит якутский балаган. Так она называет свою дачу. Мне очень понравилась и здесь такая вот городок Ауф, дух. Я вот палатку ставила и гостила. Уснула вечером, и перед сном я сказала себе, чтобы запомнить сон. Первый сон. Сон был такой, что вот я стою в середине полянки, а там передо мной стоят трое мои родственники, молодые парни из Якутии. Такие радостные были. А между нами на полу на земле лежал топорок. И я вот думала, вот они пришли строить топ. И я думала, в этом месте как раз я буду строить топ. Часть необходимого леса прислали из Якутии, прилетали племянники, помогали строить. А может быть это и есть сочетание социализма и капитализма Пауэрне Бергмана, свободного предпринимательства и коллективной взаимопомощи. Здесь вообще будет дом культуры. Якутская и Истландская. Как художник Кюригей пережила три периода. Сначала писала картины, как многие художники, маслом. Затем стала делать оригинальные разноцветные аппликации из кусочков ткани. Долгие зимы с возникающими в небе волшебными картинами северного сияния вдохновили на создание этих композиций. Багровые, коричневые ленты напоминали потоки лавы, ежегодно вырывавшиеся из земли и из океана. Затем появились удивительные аппликации, портреты всемирно известной певицы и актрисы Бьорк и сказочных персонажей. Нынешний этап творчества Кюригей – мозаичные картины. Она даже ездила в Испанию, училась в университете в студии мозаики. Кюригей подарила друзьям и городу свои работы. Ее мозаики украшают фасады многих домов в реке Авики. Как-то у меня начиналось сновидение о моем дедушке. Начала почти каждую ночь видеть моего дедушка во сне. Как будто он хочет со мной разговаривать. Это был брат моего отца, а я его звала всегда дедушка. И вот, мне всего два года, когда отец ушел на фронт и погиб. Взяла фотографию и вот начала делать и мозаика. Короткие кожаные лыжи, чтобы не утопать в снегу. Он это сам все делал. Он очень такой мастер был. А вот это его охотничий капкан. И когда я уже закончила картину, повесила на стену, я перестала его видеть во сне. Значит, он хотел, чтобы он был рядом со мной. У Кюрегей сложился свой оригинальный стиль поэтического реализма и символики с использованием новых технологий. У нее появились заказчики, банки, фирмы. Они выставили ее мозаики в своих офисах. В 1982 году Кюрегей вместе со старшими детьми Кюне и Йоном побывала в Якутии. Спустя 15 лет полетела вместе с Арием Эргисом. Она предложила исландской съемочной группе поехать в Якутию в ее родное село Бютийдях. Те согласились и разрешили нам использовать кадры из их фильма. Авторы даже придумали новое слово – исьяки, исландские якуты, а фильм назвали «Исьяки в Сибири». Это многочисленные родственники Кюрегей. Исаах – якутский праздник летнего солнцестояния. Шаман орошает землю кумысом, кобыльем молоком, символом плодородия. Праздничные угощения прямо на траве. Конечно, гостей поразило якутское чудо света «Ленские столбы». Фильм о поездке в Якутию был с успехом показан по исландскому национальному телевидению. А Кюрегей после поездки вдруг заболела. Врачи внимательно обследовали ее и установили – рак. Необходимо срочно оперировать. Я перенесла за один год пять операций. Буду откровенной. Хотелось умереть. Настолько это было невыносимо. Если бы не профессионализм врачей, поддержка детей и друзей не выжила бы. Так Кюрегей вспоминала после выхода из госпиталя. Решила – хватит болеть. Работы много. Надо дальше строить мост. Действительно, в последние годы возобновилось двухстороннее движение по мосту дружбы – Россия-Исландия. Российские и исландские водолазы решили, что надо возвращать долги участникам Второй мировой войны. Уже несколько лет они обследуют Китовый фьорд и прибрежные воды Исландии. Подняли некоторые детали с двух судов. Но там покоятся еще четыре советских судна. Необходимо продолжить совместные поиски. Исландская сторона согласна. В 60-летний юбилей окончания Второй мировой войны российские моряки пришли в Исландию на крейсере «Адмирал Левченко», чтобы отдать честь погибшим участникам арктических конвоев. Российский скульптор Владимир Суровцев открыл в рекявике мемориальный комплекс «Памятник конвою» и скульптуру «Надежда» на берегу моря. Оркестр российских моряков прошел торжественным маршем по городу к удовольствию жителей реки Авика. Исландцы тоже отправили свой десант в Россию. В Московском кинотеатре художественном начался шестой кинофестиваль исландского кино. Делегация – два кинорежиссера – Фридрик Фридриксон и Ари Магнуссон, документалист – сын Магнуса Йонсона и Кюрюгей Аргуновой. Я спросила его, повлиял ли пример отца на выбор профессии. Когда мне было 12 на 14 лет, он был вообще главным режиссером театра. И мне казалось, что он безумно любил театр. И все, что из этого театра пришло, то и вам нет. Это фрагмент из его картины об исландских музыкантах. Кричащие шедевры. А 12 достопочтенных исландцев и исландок – бизнесменов, художников, дипломатов – собрались в Москве на Рождество 2007 года. Конечно, на Красной площади. И учредили Общество друзей России для реализации совместных проектов. Якутия пригласила Кюрюгей и еще шесть исландских художников в Москву для участия в юбилейных выставках, посвященных 375-летию вхождения Якутии в состав России. В Большом зале Московского дворца нации состоялась встреча якутских и исландских художников. Александра Гаврилевна Аргунова Кюрюги, ее сын Арий Эргис Магнусен, тоже художник и кинематографист, и их исландские коллеги были удостоены почетного знака президента Якутии. Награды вручил постоянный представитель Якутии в Москве Александр Акимов. Я хочу сказать несколько слов от всех нас, кроме Кюрюгей. Мы остальные очень благодарны за то, что мы имеем Кюрюгей. Она уже давно одна из нас, хотя она тоже ваша. Раньше исландцы не знали ничего о Якутии. И в течение 40 лет ей удалось устроить между этими двумя народами культурный мост. Сегодня мы все знаем о Якутии. Она устроила не только этот мост, невидимый мост. Она тоже устроила якутский дом для художников в Исландии. Прямо своими руками. И уже собирается строить традициональный исландский дом в Якутии. Она такая удивительная женщина. Милая, красивая, умная, деловая и сильная. Ура! Если взлететь очень высоко, можно увидеть земля наша маленькая. Будем ее сохранять и украшать. Удивительное совпадение. Более 40 лет в один день обе студенческие пары регистрировались в ЗАГСе. Магнус Кюрегей, Слава и Ирина Деревянко. Сегодня Вячеслав Деревянко маститый художник. Он пригласил Кюрегей в мастерскую. Опять совпадение. У Александра Кюрегей на следующий день был день рождения. Исландцы меня научили быть гордой. Быть гордой как человек. Они мне дали способность, ощущала мою нацию. Они мне дали уважение, любовь. Поддерживали как человек и искусство из другой страны. Я хочу, чтобы жизнь в планете для человека. Я хочу показывать. Мы все на все гости в земле. И должны очень хорошо обходиться землю, народ, национальности. Дать уважение и любовь друг к другу. Это про Кюрегей сказал философ. Оптимист вовсе не тот, кто никогда не страдал, а тот, кто пережил отчаяние и победил его. Кюрегей вырастила детей, посадила много деревьев, построила якутский дом в Исландии и обязательно построит исландский дом в Якутии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok